Так, ребятки, давайте качнём-ка мы три казавра. Разочек на больше у нас не хватит. У нас теперь 24 уровня. Так, следующий... Ага, надо создавать, да? Ладно, и это мы всё делаем неспроста. У нас есть одно из мега-супер-крутых заданий, в котором нам, скорее всего, надерут задницу. Это вот такая вот, ребятки, башенька. И здесь три существа. Три существа с, короче, 30 уровня. И они очень, ребятки, крепкие. Мы сражались с Блюхой, там же было два, по-моему, да? Неудобный очень динозавр. Нужен кто-то с нейтрализацией, вот, например. Однозначно нужно брать магниперитора. Вот этих нужно брать. А кого ещё стоит взять? Вот тут у меня, конечно, уже есть сомнения. В принципе, ни у кого из них иммунитета нет. Потому замедление. Штука неплохая. Перезарядка четыре хода. Ну, прикольно. То есть можно замедлить, потом парализовать. Есть ли вот против вот этих двух. Да и... Ау! Они все шустые. То есть эти все ребята быстрее нас. Потому... Нужен... Трикозавр, вот, например, да, хорошо с этой задачей справиться. Ну, сейчас давайте подумаем, кто ещё может взять. Ну, вот, как бы... Ну, это вторым ударом будет опережающего... Ни у кого нет опережающего замедления. Ну, и Индоминус тоже, в принципе, неплохо. Ну, вот, есть. Ну, это будет второй удар уже, как сами понимаете. Вот. И опять же, задержка один удар, блин. То есть первый удар мы по любасу принимаем на себя. Ну, не знаю даже, блин, кого что взять-то с такими-то раскладами. Ну, не знаю. Давайте так попробуем. Ну, шансов немного. И начинать нужно с... С магниперитора, что ли? Стрик, но не, с трикозавра начнём. А магниперитор, подождите, а какой у меня уровень? Блин, у меня скорость 128, шорпи-гри. Ладно, давайте с трикозавра начнём. Он, в принципе, неплохо нерфит Индораптора. Ах, ты ж гад-то такой. Так, что у него? Следующий удар... Блин, насквозь щит. Чёрт, подиви. Хана нам. Да, надо было... Этот удар приберечь. Пробил. Печаль. Печаль, беда. Ну и кто первый? Так, он попал. Ну, давай. Ай-яй-яй, мог бы-то и пробить. Так, найти промаж. Промаж. У-у-у. Промаж. Но он не использует упланирование. Это шанс. Так, стиги. 1700 будет бить. Ну, в принципе, нормально. Выдерживаем. А вот это, конечно, не очень прикольно было. Ну, может повезёт. Почему бы и не уклониться? Но это надо, чтобы он два раза промахнулся. Не повезло. Не повезло. Так. Ну, в принципе, нормалёк. Не ожидал, что мы так, в принципе, разберёмся с ними. Паралича у него уже нет. Подменяться, собственно говоря, тоже не на кого. А контратака его и добила. Фух. Легко оказалось, ребята. Оказалось очень даже... Легко. Ой, я забыл про это. Я забыл про это. Ё-моё. Сейчас двойной урон прилетает. Чёрт, поделись. Хе-хе-хе. Ну, почему? Почему? Блин. Это всё хана нам, ребят. Блин. Да. А всё так хорошо начиналось. И всё. Промаха быть не может. Эх. Почему-то думал, что уже всё, победил всех. Когда побеждал второго, думал, это был третий. Но не тут-то было. Пришло время, ребятки, реабилитироваться. У нас ещё одна эпическая башня. Здесь у нас существа, как ни странно, попроще. Они, во-первых, там не все ни эпические, ни супер-пупер гибриды. Это у нас всего лишь рапторы и 25, 26, 27 уровня. Наши соперники команда существ с высокой скоростью. Соберите команду стойких или бронированных существ. Какие... Такие уменьшающие скорость способности, как удар превосходства, такомайзер и тормозящие воздействия вам отлично подойдут. Но они все шустры. То есть это 129 двойной урон усиления себя. Потом 131 двойной уроны с подмена. И бронька, да. Двойной урон, 131 с подменой. То есть я думаю взять вот этих двух ребят. И вот... Тут сейчас надо подумать, кого бы взять. В принципе можно и так, и так. Тормозящие воздействия вот и здесь есть. Я вот думал, да вот этого парничку взять. Ну, чисто вот по интересу. Давайте попробуем. Ты когда на него подменяешься, противник замедляется на 30% на два хода. То есть у него есть такая вот пассивочка. Так, ну поскольку существ побыстрее у меня нет, будем открываться... Трики. Трики-трики. Он быстрее, но это не точно. Минус 90% от силы. И это было подло. Ну, вообще-то тут и Трики, наверное, может порешать. Ну, я жду двойной урон. Вот сейчас он должен прилететь, потому как бы используем пока что ослаблялки всякие. Защищалки, ослаблялки. Обладать. Так, ну конечно, сквозь щит. И это все дело... Было не больно. А вот двойной уронский щит, это вообще хорошо зашло. Ну, Трики нормально так может стоять, да? Вот шикарно вообще. Шикарно его. Ну, и вот так. Как раз мы сейчас его полностью пробьем. Ну, Трики вообще молодец. Так, появилась Чарли. Чарли у нас усиление, да? Давайте вот сделаем вот так. Сейчас замедление на два хода. То есть мы по идее должны взять на себя. О, блин, ну так не прикольно. Думаю, он, блин, я подменился. Забрал у него скорость, но он все равно походил. Так, ну и в итоге... И в итоге пробил, да? Все-таки усиление сработало. Так, ну он, типа, замедленный вот сейчас. Потому я сейчас его еще раз замедлю. Замедлил так замедлил. Блин, но... Но все-таки получил я хороший урон. Ну, здесь тоже контратака есть. Это у нас Туаромолох, да? Ну, да, что-то с этим... Кто там? Кентрозавр, да, он был. Что-то мне он вообще никак не порадовал. Выживем? Не выживем? Брони нет, но мы выжили. Почему я урона по нему не нанес? Разве этот удар? Подождите, а почему не прошел полтора урона? А, блин, что за дичь? Непонятно. А, отлично, пробил. Ну, это вообще-то, да, легкий. То есть, как бы, с рапторами легко. Вот тот прошлый бой... Было бы... Жестко. Где были 3 тридцатых, еще и непростых. Инкубатор блюшный. 13 тысяч монет. О, на 5 тысяч. Блин, ну кто мне уже насыпет? К нам уже насыпят 10 тысяч тридцатомцев обыкновенных. И блюшки. Итак, ребятки, смотрите, кто у нас попался. Это моя любимая эпическая башня. У нас здесь великий и могучий непобедимый надопататитан. Вот такие вот у него статы. 6 косарей жизни его пробить. У него 1200 силы удара, 108 скорость, 40% щит. Ну, в общем-то, он мне не понравился. Удары у него нищенские какие-то были. Полтора урона. Ну, полтора урона есть. То есть, полторушку он будет пробивать. То есть, это, конечно, да. Он умеет замедляться. И у него есть щит. Ну, замедлять у него есть щит. Еще и контратака есть, ё-моё. Ну, в целом, это было бы не страшно. Но он все-таки 30 уровня. 6000 жизни, ребята. Возьму Рекса. Но он два удара и хана. Ну, чисто просто потому, что хочу взять Рекса. И потом двух иммунитетных возьму. Думал даже вот этого парнишка взять. Ну, слабоват. Слабоват будет. Да. Ну, вот как бы тут думал. Трики мой любимый, конечно, есть. Блин. Трики. А, Индоминус с обходом брони. Не, парнишка. Ладно. Без иммунитета, но, тем не менее. Броня. Нанесение с обходом брони. Да, нет, да. Только брони. Без щита. Нет. Тогда пойдем так. Та-дам. Так, ну, начнем с него. Это наша первая жертва. Просто с контратакой он нас быстро пробьет. А то он еще и ходить будет первым. Так. Ну, он не использовал, по крайней мере, свой сильный удар на полтора урона. А тиранозал в штате, если он скрит? Это контратака. Ну, мы должны выжить. Ну, полтора может и нет. Вот это удар полтора, 1200. Блин, 1800 будет. А, сейчас скританул. Ладно. Ладно, что поделаешь. Мы быстрее, пока у него нету этого. Можно его так вот ударить. Малая контратака. Ну, у нас иммунитет. Нам насрать на вот это все дело. Так, ну, но, собственно говоря... Если не кританем, то нам хана. Ну, в смысле, именно ему хана. Крита не было, да. Он, как бы, сейчас нас добьет. Своим полторашним ударом. Но это вообще не страшно. Ну, и что тут? Да, я не хочу даже брать Индораптора. Вот, мы сделаем то же самое. Мы просто контратакой его добьем. Это такой великий нерфер всего и вся. Хоп, и все. Если у него еще был иммунитет, это вообще было бы, было бы жесть. Ну, в общем-то, изи катка. Естественно, один противник, какого бы уровня он не был, его пробить легко. Тринадцать пятьсот. Вот за это я и люблю эпические. Еще наступает пару тысяч обычных генов. И пару сотен редких. Это тоже хорошо. Еще и эпические. Это как приятный бонус. Так, ну и давайте еще откроем вот эту штуку. Вот и все.